приветствую друзья я сейчас хочу почитать вам разбор по здоровью вот возьму файлик недавно ко мне обратился мужчина о том что у него дочь 12 лет бытовая аллергия на животных на березу на ссорные травы астма средней тяжести контролируемая с 4 лет до уже получается 8 лет ребенка проявляется аллергия через чихание покраснение глаз слезоточения покраснение на руках сгибы на локтях это происходит примерно середины весны и конец лета и животные точно также реакция с 4 лет на животных на собак на кошек вот на шерсть и сам отец дочки пишет что у него близорукость минус четыре астигматизм на левый глаз никакие лекарства он не принимает бады он никакие не пьет насчет питания не знаю вот не стало у него уже прям там расспрашивать вес у него 110 почему это важная все моменты вот такие вот где я считаю нужным расспросить и буду ему писать про психосоматику о чем вообще вот это все может нам говорить ну как вы знаете я люблю разбираться психосоматике что транслирует нам мир что подает и говорит нам тело какие сигналы подает да и я прям обожаю это делать и сейчас просто покажу на примере вот этого разбора да как я это пишу как я это делаю интересно ли вам это будет потом напишите и может быть у кого-то тоже аллергия кого-то там астма у кого-то близорукость астигматизм в общем лишний вес то вам точно будет это интересно так что у него еще зрение упала с 15 лет у него до минус одного постепенно ухудшалась сейчас уже минус 4 вот раз пять лет у меня очки с добавлением диоптрий дефицит уровня у него еще тестостерона и железом я так понимаю питается он как все вот не на сравнении не на ведомстве иначе бы он это написал вот дальше я начинаю разбор вышел он у меня аж на 33 страницах писал я ему правда это очень долго обычно тот кто обращается ко мне на разбор психосоматики он получает ну от 3 до 7 10 дней до не ну примерно неделя на почему мне платят за разбор психосоматики сейчас вы это поймете можно взять любую вашу болезнь никому не оплачивая просто вбить в интернете и почитать о чем пишет давлатов луиза хей и так далее потому что очень много специалистов по психосоматике уже давным-давно все написали все рассказали на что обратите внимание но они не разбирают комплексно частные случаи то есть я беру один кусочек тела второй кусочек 3 то есть все сигналы и собираю из этих пазлов общую картину мира вот и благодаря этим сигналом тела можно уже сразу рассказать что творится еще у этого человека в жизни можно сразу понять что у него с деньгами что у него с работы какие отношения там могут быть у него в семье с родственниками с близкими вот но такие моменты меня не просят я не пишу вот но если бы человек спросил там что там по деньгам что мне с ними делать чтобы они были вот по психосоматике тела тоже можно это все понять ну да ладно давайте поменьше воды как вы часто пишите 1 вода вот побольше текста прям вам будут просто читать комментировать не буду иначе мы очень надолго с вами здесь будем доброго дня начну с описания аллергии на животных сама по себе аллергия выступает защитной функции против аллергена реакция идет на белок флд-1 который содержится в производных сальных желез животного этот белок может оседать на шерсти входить состав слюны экскрементов это я все гуглю а также частички белков закрепляются на пыли которая легко распространяется по воздуху ученые предполагают что предположительно одна из функций этого белка на которой идет реакция организма это сигнальные какие-то функции сам по себе белок является строительным материалом организма то есть какой-то базы из этого описания я возьму ключевые моменты для объяснения психосоматики когда мы внешний мир его сигналы переводим на внутренний мир и на чувства ключевые моменты реакция аллергия она у нас идет на какие-то базовые вещи белок у то что я вам прочитала на а база у нас это инстинкты плюс животное у меня ассоциируется с базовыми животными инстинктами то есть во внешнем мире любое животное нам отражает его поведение наши базовые животные инстинкты дальше реакция идет на какие-то сигналы которые не хочется воспринимать то есть здесь конкретном случае на физическом мире до невоспринимаемый белок с какими-то сигнальными функциями какие у нас бывают животные инстинкты я дальше перечисляю инстинкт самосохранения выживание миграционный даже инстинкт убийцы попробую теперь вот это вот все описать гипертрофированная склонность от всего себя оберегать то есть инстинкт самосохранения и тем самым мы наоборот портим себе жизнь останавливая себя от каких-то шагов которые приводили бы к счастью или наоборот склонность делать себе все во вред только хуже по сути противоположности это шаблоны крайности одного целого поэтому чем больше себя мы оберегаем сохраняем с одной стороны запрещаем тем больше всего себе же и вредим чем больше защиты оберегания тем больше вреда этим наносим себе не давай идти себе в разные какие-то стороны неизвестные расширяться каким-то опытным путем то есть не идем не делал не получаем опыт мы не растем не прокачиваем себя какие-то знания умения мастерство мы это все не используем не учимся не делаем не пробуем есть потому что мы уберегаем себя когда мы защищаемся от базовых инстинктов не принимаем какую-то защиту наоборот да или защищаемся неправильно это сигналит аллергия то есть мы себе вредим то есть аллергия по сути это защита защита от чего от врагов подсознательно мы прям как будто ищем на пустом месте врагов и защищаемся от того от чего совсем нам не надо защищаться психосоматическая аллергия это борьба с мнимыми неприятелями враги у нас это наши привычки и чувства которые мы не любим мы их или совсем отрицаем или принимаем что они у нас есть но боремся с ними сами собой так как для нас они не приемлем и для нас это плохо если бы мы перестали видеть этих мнимых врагов в ненужных нам якобы чувствах то выключилась бы эта защита то есть оборонительная реакция на них отсутствовала бы вот но так как мы считаем что эти чувства нельзя мы себе это не разрешаем нам это не нужно и мы от этого обороняемся соответственно внутренне мы обороняемся внешне точно так же мы от этих врагов мнимых обороняемся аллергия это внешняя обороны внутренней обороны так если мы перестали бы видеть в этих мнимых врагах и не нужных нам якобы чувства то выключилась бы защита коренной здесь это мир бы перестал сигналить нам вовне как следствие отражения нас эту внешнюю защиту то есть аллергию самосохранение идет от инстинкта выжить а этим себя мы сами и губим то есть у нас здесь включается инстинкт выживать но когда мы пытаемся выжить из себя сохранить мы наоборот все больше и больше идем в сторону своего же убийства всегда две крайности работают сюда же у нас еще подключается миграционный инстинкт мы не даем себе ходу мигрировать в разные какие-то дела в разные направления то есть мы держимся за какое-то одно конкретное место как физическое так и место что здесь можно описать мы держимся за что-то конкретное это может быть не физическое за какое-то убеждение за какое-то конкретное дело мы держимся за какие-то свои привычки то есть мы не идем какие-то другие направления вот за что-то прям жестко держимся мы не даем себе мигрировать разных делах и заняться и вот этим вот этим вот этим дальше у нас подключается режим еще убийцы убивая себя какими-то запретами при этом ненавидя убийц а в себе мы это не видим любой запрет что это нельзя делать так как это неправильно не нужно нельзя не позволяет нам максимально проявляться как мы могли бы и хотели бы то мы можем промолчать подавить это обиду боль это все же у нас внутри копится мы ненавидим мигрирующих потому что себе не позволяем также шаблоны могут быть совершенно раз например я не могу этим заняться отдыхом потому что надо работать или я не могу позволить себе расслабиться надо напрячься делать дела у нас очень много отговоров почему мы не можем уйти в какую-то другую работу или дела это нас истопорит и тело нам сигналит что мы сливаем энергию и не движемся куда надо и естественно тело начинает болеть ненавидим тех кто всячески пытается выжить даже если эти пути для нас неудобны и мы осуждаем тех кто выбирает себя и думает о себе в первую очередь они а нас вот он меня не уважает сделал по-своему или он обещал не выполнил то есть себе во вред а поступил как хотел хотел вот он плохой на самом деле человек вправе же передумать выбрать себя что и вам советую те кто аллергики научиться делать делать честь и справедливость и конечно же должны стоять на первом месте но не во вред себе да когда мы вдруг передумали либо не хотим выполнять это в просьбу не делаем так как они хотят понятно что нужно быть хорошим человеком но это не должно нам вредить какой же мы хороший человек если мы себя убиваем вредя себе в году кому то другому кому вы больной можете как вы больной хромой там умирающий не додающий себе что-то можете сделать мир лучше но вы больной у вас даже сил на это не будет у вас будет одна задача как бы выжить понимаете сначала надо себе помочь и когда вы уже здоровый умный имейте ресурсы вы можете помочь всему миру но когда вы пытаетесь другим помочь в угоду себе наступая себе на горло конечно же блин вам тело будет сигналить и вы вы себе все время вредите то есть справедливость она должна быть на первом месте но не во вред себе совершая такой вред себе заставляя в угоду другим что-то делать что обещали мы вредим себе и тому кому выполняем тоже обещание вредим итог все все проигрывают и никому не идет это впрок то есть вы что-то пообещали не смогли это сделать себе комфортным путем пришлось себя заставить впрок не пойдет никому не вам не тому человеку потому что не просто так вы не хотите что-то сделать для другого встречные желания они всегда встречны ну то есть если вы что-то не хотите другой человек тоже этого не хочет но ведь не показывает сам не понимает ему это тоже не впрок все пазлы желаний совпадают то есть если вы что-то не хотите делать другому тоже не нужно чтобы вы это делали вот но вы себя заставляете и тем самым вред всем приносите потому что вы не знаете что будет дальше вот каким это обернется нехорошим событием мы не знаем заранее в общем ладно не важно читая дальше итог мы проигрываем никому не идет впрок надо это понять и просто по-хорошему объяснять почему вы передумали и не можете сделать что обещали без чувства вины и стыда дальше надо рассмотреть что это еще ребенок выступает для вас показателем который берет на себя ваши болезни и показывает вам как в зеркале ваши же страхи вашу защиту и оборону с этим миром и не любовь к рогам которых нет то есть рассматривайте эту проблему у себя мы не будем лечить дочку рассматривать ее проблему взаимоотношения в школе с родителями с друзьями с первой любовью там еще с чем-то вы оставляете ее в покое да и разбираетесь только в себе вот она потом как зеркало уже вам покажет проработали вы себя или нет прошла у него аллергия или нет если вы себя проработаете у нее должна пройти эта аллергия сегодня проработаете будет но это не значит что можно что-то прям супер проработать себе это на и всегда исчезнет нет более то просто обычный сигнал если вы засунули руку в костер осознали что нельзя это делать это больно кожа горит пахнет паленым это не значит что теперь навсегда осознав это вас не сможет обжечь огонь следующий раз где-то вы опять столкнувшись огнем можете почувствовать эту же боль это нормально просто обычная реакция на какие-то действия вот и все раз и навсегда что-то излечить ну это бред это просто можно можно увеличить раз и навсегда отрезав язык то есть любая боль болезнь это просто сигнал тела зачем излечивать сигнал тела зачем вырывать язык пускай разговаривает тогда когда нам это нужно вот перестаньте воспринимать болезни как нечто плохое это просто реакция обычная реакция которая нам нужна них не чувствовали бы мы боль мы бы себе навредили если я случайно бы рук положил на там отвернулась на газовую плитку у меня потом она сгорела я бы даже не почувствовал то что я же не чувствую более более то плохо пускай и никогда не будет не надо бояться более это хорошо это защита наша от вреда себе так ладно давайте дальше ребенок во вне это отражение нашего внутреннего ребенка внутренний ребенок это наш интерес любознательность движение вперед не думая несмотря ни на что это движение обучающее развивающие ребенок всегда учатся и пробуют новое бесконечно он не останавливает себя так вот вовне мы смотрим поведение и поведение и здоровье или нездоровье ребенка да и видим какой наш внутренний ребенок настоящий то есть больной у нас внутренний ребенок наш любознательность движуха наша вперед останавливаем мы себя ли не останавливаем façit наш ребенок или улыбается то То есть по внешним детям мы будем себя внутреннего изучать, нашего внутреннего ребёнка. Очень прям аллегорично можно буквально переводить на любого ребёнка, что у вас внутри и в душе творится. Можно сказать, ребёнок — это ваша душа, это то чувство, которое именно развивается в вас, то чувство, которое вас развивает, то чувство, которое даёт вам расти. И мы очень часто забываем просто об этом, о своём росте, о том, что надо постоянно что-то изучать, постоянно куда-то двигаться, постоянно любознательно просто узнавать обо всём. Мы об этом забываем. Наш внутренний ребёнок, я не знаю, в спячку впадает или умирает. Я не знаю, что с ним происходит. Можно по-разному сказать. Но обращайте внимание на ваших детей. Если они болеют, значит, вам нужно разобраться с собой. И вообще дети приходят в нашу жизнь как очень мудрые учителя, у которых, скорее всего, уже душа мудрее вашей в разы. И дети нам показывают и приходят в нашу жизнь. Неважно, рожайте вы их сами или это соседские дети. Вот они все нам показывают о том, что в данный момент происходит с моей душой, с моим внутренним ребёнком, с моей любознательностью к этому миру, к моему росту собственному, моему развитию. И дети всегда берут на себя болезни наши. И животные точно так же забирают наши болезни и показывают нам, как в зеркале, на что обратить внимание. Потому что если бы животные и дети бы не брали эти болезни, у нас не было бы сил с собой бы разбираться. А так дети, животные, они взяли нашу болезнь, и мы такие здоровые, адекватные. Мы ещё пока думать можем, боли сильно нету. Вот мы можем спокойно разбираться с этим, да, в чём проблема. Причём эта проблема же наша внутренняя. Вот. Проблема не детей, проблема не животных. И мы не виноваты, что у нас болеют дети. Про вину здесь вообще никогда даже не вспоминайте. Дети, животные берут на себя свои собственные желания у них. Они берут на себя ваши болезни из-за собственных желаний. То есть вы здесь ни при чём. Этим детям, животным тоже нужно пройти свои опыты, свои уроки. И каждый просто друг дружке помогает. Они выбирают своих родителей или хозяев. Осознанно, можно так сказать, да, ещё до своего рождения. Кто в это, ну, не верит, ну, окей, неважно. Главное, чтобы вы могли отслеживать по реакциям этого внешнего мира, что происходит внутри вас. И если вы это будете отслеживать, вы можете это поменять. Соответственно, меняя внутреннее, вы можете поменять и следствие во внешнем мире. Так, если ребёнок болеет, значит, это болеет ваш внутренний ребёнок. И вы не идёте в новое развитие какое-то, в чём-то себя останавливаете, в чём-то себя отговариваете, не любопытничаете. Всё для вас стало ясно и понятно. Многие так говорят, а я всё знаю, а это понятно. Вы перестали удивляться, вы перестали видеть картину целиком. У вас такие упрямые шаблоны мышления, что вот вы смотрите только с одной стороны, с обратной стороны не хотите посмотреть. Вы не видите картину целиком. То есть вы застряли. Кто говорит, я знаю, я с такими даже, мне сложно работать в том плане, что это вообще, сиди, я сам открою, очень деревянные люди. Мне раньше тоже такое было. Тем более я козерог упрямый. Но давно поняла, что звёзды, гороскопы и всё такое, это, как это сказать, не фундаментально. Это всё можно менять. И даже ваш характер, который невозможно якобы изменить, можно поменять. Ваше внутреннее мировоззрение можно поменять. Всё можно поменять. Вот, поэтому вам нужно перестать говорить, мне ясно, непонятно. Мы до конца не можем быть в ясности и понятности ни о чём. Даже если вы понимаете, что солнце жёлтое, вы там до конца не понимаете вообще, оно есть или нет. В иллюзии вообще существует ли этот мир или нет. Земля круглая или плоская, хрен его знает. Мы ничего не знаем об этом мире до конца. У нас есть программы, убеждения наши, заложенные в нас через социум, родителей, гены, ДНК, что угодно. То есть у нас есть информация об этом мире. Но если вы начнёте копать все противоположные стороны, вы поймёте, что вообще всё не так, каким оно кажется. Кажется, это только с моей точки обзора, с моей стороны. Но, блин, у этих сторон ещё, вернее, есть ещё разные стороны, которые я даже не рассматривала с обратных сторон. Так как у меня вот глаза смотрят туда, я вот нахожусь в этой точке в пространстве, я вижу только со своей точки. Невозможно думать, что я всё понимаю. И кто так думает, очень сильно лжёт себе и обижается потом, что ему говорят, блин, да ты чё-то на самом деле ты не знаешь. Он, нет, я сто процентов убеждён, что это так. У этих упрямых людей, к сожалению, негибкий ум. И развитие идёт очень медленно, и, соответственно, с желаниями, с энергией, со здоровьем вечные проблемы. Ну вот да ладно. Так. Если вы говорите ясно и понятно, то есть вы уже не видите этого расширения, не желаете туда и в это расширение идти, вы забываете включить любознательность. Если рассмотреть веру, она... А, так, подождите. Если рассмотреть ребёнка, она бы ко мне лично обратилась, то есть не отец этого ребёнка, у которой проблемы с аллергией, она лично бы обратилась. Я бы и сказала, ты чего-то боишься, тебе страшно отражать какие-то нападки, ты не хочешь никогда конфликтовать, и, возможно, дуешься внутри себя на всю вот эту несправедливость, которая может вокруг тебя происходить. Ну, например, учителя в школе что-то не так сказали, друзья не так сказали, родители что-то не так, посмотрели даже на неё. Где-то что-то запретили, где-то сделали какие-то... Как это назвать? Ну, ткнули, типа, вот это ты не так сделала, вот давай переделываем. И у человека такое восприятие, что он понимает... понимает... как же это объяснить? Сейчас скажу. Значит, ребёнку что-то сказали, она это воспринимает, как будто её там... специально плохо, как будто её делают. то есть она не видит в этом, что для неё лучшего желают, да, чтобы она там математику получше получила, там, русский язык. Она обижается, что вот я так старалась, вы несправедливо это сделали. Но она не конфликтная, она спокойная, мягкая, такой человек, всепринимающий, улыбающийся, светлый, добрый. И внутри любое слово её может ранить. Она слишком тонкой души человек, и там даже просто на неё, может, не так посмотрели, она уже может обидеться. Вот. И вот эта вот обида потом копится и с чихом, и с кашлем пытается выйти. То есть мы когда чихаем, кашляем, это наши обиды, и недосказанность, невысказанность кому-то вот так выходит. Когда вы простужаетесь, начинаете кашлять, это значит, что-то вы недосказали, где-то вы промолчали, что-то вы прям не отстояли свою точку зрения, где-то не сказали нет. Это неважно, взрослый вы или ребёнок. И вот с чихом, с кашлем выходит недосказанность. То есть она три сезона терпит в году, один сезон выплёскивает с кашлем, с соплями, сопли, слёзы, с кашлем. Возможно, есть обиды в школе, учителя, родители, друзья, уже неважно, где чудятся ей враги, что, может, на тебя не так посмотрят, не то сказали, возможно, ничего на самом деле-то и нет. Но у девочки такое восприятие посуднательное, что надо защищаться и молча выживать. Почему три сезона аклету начинается? Ну, потому что в школе три сезона мы учимся, аклету отдых. Вот она уже как бы можно расслабиться, школа закончилась, эти экзамены я там сдал, контрольные сдал, можно выдохнуть, всё. И вот она выдыхает с кашлем и с чихом. Как раз это приходится на весну, когда мы уже заканчиваем обучаться к лету. Вот такие дела. Так, вернёмся, что не особо надо детей прорабатывать, можно просто поговорить, что можно прямо высказывать, научиться людям, то есть сказать ей так, дочка, давай с тобой будем учиться говорить людям прямо правду. кто-то умалчивает, для них это хорошо, они не видят проблемы, у них всё хорошо со здоровьем, но в данном конкретном случае умалчивание ведёт к аллергии, значит, ей нельзя молчать. У кого-то наоборот, молчание – это золото, а кому-то надо говорить это прямо. В данном случае вот этой девочке нужно говорить всё прямо для того, чтобы закрыть какие-то свои кармические уроки, для чего-то она пришла, именно вот так сказать, вот так сделать, вот ей нужно пройти определённые какие-то обучающие вещи в этом воплощении. И ей надо научиться говорить чётко, прямо. Не всем надо так говорить. Здесь всё уникально. Вот. Кому-то наоборот, блин, допускай они там что хотят, говорят, говорят там уполучают меня, критикуют, неважно, я промолчу, мне вообще-то нафиг не нужно, меня это не касается, у меня нет обид, у меня нет аллергии, у меня всё хорошо. Вот. А кому-то наоборот, нужно научиться чётко, прямо высказывать каждому. Вот. Что нам нужно делать, наше тело всегда показывает. То есть, когда мы говорим о каких-то с вами вещах, поймите, что это всё индивидуально работает. Нельзя под копирку всем сказать, что надо научиться, говорить, нет, тебе надо быть там резкой или тебе надо быть мягкой. Это не всем подходит. Одному нужно резкости научиться, а другому мягкости. Вот. Нельзя нам всем быть одинаковыми. Так. Дальше. Значит, с дочкой можно говорить, проговорить, что давай учиться прямо высказывать, научиться людям вот всё, что ты хочешь сказать. не копить, чтобы это не выливалось аллергия. Так как аллергия это процесс очищения от токсинов, то на ментальном уровне мы копим ядовитые мысли, отравляющие нас от обиды, непонимания, промолчали, сглотнули, начиная от несправедливой оценки в школе или мальчик там дёргать за косички и страшно ему дать отпор, не зная, что может вообще происходить конкретно у этого ребёнка. Мы не роботы. У нас триллионы чувств. Мы всё время что-то испытываем и неумение это проявлять и высказывать может давать повод для аллергии. Можно наоборот плакать, истерить, испытывать чувство вины и неловкости за проявление. Это тоже считается подавлением своих чувств, что мы не разрешаем себе смело проявляться и поэтому ругаем себя. То есть люди с аллергия, они в двух крайностях обычно находятся. Я молчу, 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 либо наоборот всё высказываю, а потом жалею в этом. Ой, опять я сорвалась, я слишком нервная, я слишком крикливая. И эти люди тоже с чувством вины живут и, блин, они с аллергией. Вот я такая. Всё про меня. Я всегда, когда разборы делаю, любые, я всё вижу во всём себя. Это так круто на самом деле. я очень молчаливый человек, который всегда, вот просто всегда лояльный ко всему, молчащий, делайте, что хотите, я не буду никому ничего высказывать, я очень терпеливая, но меня долго, долго, долго доводят и потом всё, как поезд, меня не остановить. Я с вертушки каждому просто в голову с ноги и, я не знаю, запинаю просто максимально, уничтожим и словами, и делами, и действиями. Я за справедливость и каждому бумерангом, тапком по голове, сапогом я дам вот любому, кто меня обидит. Но чтобы меня обидеть, я буду годами терпеть, месяцами, смотря что, пока не накопится. И вот потом накапливается и всё, и пошёл. Поэтому я всегда с аллергиями вечными, бесконечными. Но что значит с аллергиями? Это тоже хорошо. Тело просто показывает, допустим, мои аллергии. Я сыроед, и если я поем варёную пищу, какую-то там мясную с антибиотиками, химическую, с сахаром химическим, концентратами химическими, у меня сразу аллергия, тело начинает очиститься. Это хорошо. Тело просто сразу очищается, и она показывает мне не суй гадость в себя. Будь здоровой, счастливой, классной. В общем, нафига тебе себя травить? То есть я воспринимаю свои аллергии прям очень круто. У меня нет аллергии на шею, у меня нет аллергии на растения, на деревья вот эти цветущие. ничего такого нет. Только на пищу вредную, то есть мое тело сразу реагирует. Это хорошо, это нормально, я прям кайфую, что у меня есть такая функция у тела, сказать мне, так, опять ты не то в рот засунула. Вот такие дела. Но также психосоматика аллергия мне показывает. Опять я промолчала, если у меня вылезла аллергия, да, то есть я, получается, сначала промолчала, у меня была психосоматическая хрень какая-то, я сделала что-то не так, и как следствие наша киношка мне потом показала, что я уже что-то не то съем, чтобы показать на физике, отразить. Наше кино отражает наше мышление как следствие. То есть я ем гадость из-за психосоматических каких-то проблем. Вот и всё. И так каждый. Мы едим от того, какие у нас мысли в голове. Вот какие мысли в голове, то мы едим. Вот. Ладно, это не важно. На физике все проблемы со здоровьем это наша еда. Ну, либо механические повреждения упали. Но, опять же, мы не можем упасть, споткнуться, сгореть, столкнуться в аварии без психосоматической темы, которая сначала идёт, а потом следствие в мире, в этом кино, оно каким-то образом материализуется вот в такой форме. то есть сначала у нас идут проблемы с головой, потом это мир отражает, показывает как следствие. Вот, сначала я себе навредила и заставлю себя на физике пойти навредить, съесть какое-то вредное что-то непонятное, вот, чтобы потом это увидеть, что у меня аллергия, и уже начать разобираться с психосоматикой. Ну, а как я ещё пойму, что у меня в голове творится? Ну, только через физический мир. Вот, мы всё, все проблемы по здоровью это еда, но, но, едим мы ровно то, что у нас в голове. То есть, чтобы разобраться со здоровьем, нужно сразу и с физического мира, и с нематериального мира рассматривать. То есть, с одной стороны и психосоматику, с другой стороны еду, и сразу в комбо работать. Потому что, разбираясь с психосоматикой, но продолжая есть, что мы ели, будет сложно разобраться с психосоматикой, так как наши мысли это все мысли паразитов и микрофлора нашей. То есть, нами управляет просто триллиарды особей нашими мыслями. Соответственно, очень сложно работать с психосоматикой и что-то вообще в голове менять какое-то мышление, если мы даже не контролируем это мышление. Надо как-то помочь себе, и поэтому чуть-чуть поработать с едой. То же самое, не меняя психосоматику, сложно поменять еду. Не меняя еду, сложно поработать с психосоматикой. Не меняя психосоматикой, сложно поработать с едой. Невозможно отделить одно от другого и надо как-то вместе пробовать совмещать. Так, дальше. Я, наверное, сейчас часть вторую включу и буду записывать. Так, на чем я остановилась? Я дала советы получать сейчас папе, что проработайте с дочкой, где-то она что-то замалчивает, попробуйте убедить ее говорить прямо, говорить четко, понятно, отстаивать свою позицию, говорить нет, что тебе не нравится, что ты чувствуешь, что ты не хочешь, чтобы так тебе говорили, что ты не хочешь так себя чувствовать, что тебе неприятно. Вот это вот надо проговаривать дочке, она себе очень хорошо поможет в этом. Вот, все то же самое подходит для вас, родители. Вам надо пересмотреть замалчивания, любые, или проявление гнева, после которого идет вина и сожаление. То есть, вам нужно обратить внимание, как можно адаптироваться сейчас по-другому, поменять привычки, разрешить себе говорить, но спокойно говорить, высказывать, чтобы потом об этом не жалеть. смело, не боясь быть дураком или кого-то обидеть. В общем, нужно пересматривать вот такие привычки. Плюс ребенок у нас женского пола, это девочка, а значит, же равно желание. Наши проблемы связаны с желаниями, то есть, проблемы взрослого связаны с желаниями, вернее, нежеланием. У нас много фокуса внимания не на желании, чего мы не хотим. У нас много фокусов внимания не на желании, а на том, чего мы не хотим, то есть, на нежелании. Надо, по идее, сфокусироваться, я хочу это, я хочу это, я хочу это, а мы фокусируемся, я этого не хочу, вот этого не хочу, вот этого не хочу, то есть, наш фокус внимания на том, что я не хочу. А куда фокус внимания, то мы и получаем, соответственно, чем больше вы не хотите, тем больше вы этого и получите. Ну, вы всё время фиксируете там своё внимание, создавая себе в пространстве как раз вот это вот, на что вы смотрите. Стоит над этим подумать и перестать об этом думать. Надо переключиться на желания, которые мы хотим. А ещё лучше, а ещё лучше переключиться на то, что у нас уже есть. И осознать, что всё вокруг есть продукт нашего желания. И что мы это создали, всё, что мы создаём, вернее, всё, что мы видим, мы создаём сами своим собственным желанием. Что вот я хочу, чтобы не было там денег, я хочу, чтобы была лирке, я хочу, чтобы была вот такая погода, я хочу, чтобы был вот этот чай, я хочу, чтобы у меня был вот такой гардероб. Неважно, что бы вокруг ни происходило, что бы вы имели, не имели, это продукт вашего желания. И вы должны сфокусироваться с благодарностью, и с полным наслаждением, сколько всего у вас сейчас есть. У вас есть кружка, крыша над головой, какая-то работа, у вас есть дети, любимая дочка, там жена, муж, друзья, любовь. У вас есть радость, вы можете чувствовать, у вас есть своё тело классное, у вас, ну, дофига всего есть. А вы вечно фокусируетесь на том, что у вас нету ничего. Денег нет, работы нет, здоровья нет, вот всё нет. А то, что у вас есть, ну, вам по барабану, как бы, ну, само собой разумеющееся. Благодарности нет за то, что у вас есть. Так, если вы не цените вот это вот всё вокруг, не цените даже своё тело, свой ум, свои мозги, свои красивые глаза, то есть вы себя обесцениваете, вы не даёте себе ценности. Если вы не даёте себе ценности, ребят, кто оценит вас? Соответственно, кому вы нужны? Кто вас возьмёт на работу, если вы не ценный? Вы должны быть ценным кадровым сотрудником, который приносит денежки. А вы не нужны себе, поэтому не нужны и другим. У вас мало денег, потому что вам не дают эти деньги. Логично, да? А почему они не дают? А за что давать? Вы же не ценный. Начните повышать свою ценность. Но не это значит, что я теперь дорого стою, мои чеки должны вырасти в 10 раз, это не значит, что вы теперь будете прокачивать только самые лучшие свои качества. Нет, все худшие качества – это тоже ваши таланты, нужные вам, которые нужно с пользой найти, как их использовать. Повышать ценность – это не повышать ценность, как вы привыкли. Это просто благодарить себя вообще за всё, что у вас есть, за то, что вы скотина последняя. Это тоже хорошо. Найдите, почему это хорошо. Где использовать свою скотину ценную? Вы жадны, это тоже хорошо. Зачем почку свою последнюю отдавать? Она мне тоже нужна. Я жадна до знаний и до любви к себе. Я жадна и до этого мира, и до жизни жадна. Это же хорошо быть жадным. Просто подумайте, где вы это используете. Плохо, а где хорошо используете. Вообще начните всё использовать. Ценить каждый момент времени, который вы не цените. Ценить каждый ваш поступок, каждое ваше действие, каждое ваше чувство. И находить в этом, в этой ценности, как это использовать, чтобы была польза не только вам, но и всему миру, и людям вокруг. Столько ресурсов пропадает. Вы так обесцениваете всё вокруг. И ваш фокус внимания только на том, побольше да побольше. Если вы хотите побольше там денежек, побольше и быстрее, и всё и сразу, то у вас всё и сразу и будет. Все и сразу проблемы будут. Это не работает только в одну сторону. Если вы всё хотите быстро, то и быстро будет проходить, и радость быстро будет проходить, и любовь быстро будет проходить, и люди мимо вас быстро будут проходить. Не надо хотеть всё быстро, не надо хотеть всё долго, не надо хотеть всё много, не надо хотеть всё мало. И вообще перестайте это всё хотеть. Наслаждайтесь здесь сейчас. Потому что когда вы хотите, ну там, не надо всё по-быстрому. Так, у вас по-быстрому и секс будет заканчиваться через полминуты, у вас по-быстрому там и желание будет пропадать, и жизнь быстренько пройдёт, понимаете? Вот, вы задумаетесь над теми вещами, которые вы пропускаете. Так, что тут у нас ещё? На чём я остановилась, чтобы дальше продолжить, наверное, новую серию видео, а то это будет долго грузиться. То есть, подытоживаю, нужно переключиться на желания, которые мы хотим, а ещё лучше на то, что у нас уже есть, с благодарностью и полным наслаждением, тотальным, сколько всего у нас есть, замечая вот всё вокруг. И когда вы будете на этом сконцентрированы, автоматически вы не будете жить где-то там, в мыслях о прошлом, в мыслях о будущем, вы будете жить в настоящем. И вот в этой точке настоящего у вас есть энергия, у вас есть ресурсы генерировать ваше желание. Когда вы не находитесь здесь сейчас, а в прошлом, в будущем, вы просто тратите энергию, не живёте, можно так сказать. Вы всё устанавливаете, все процессы, накручиваете себе всю какую-то ерунду психосоматическую, которая потом вовне отражается всеми вашими проблемами, болезнями и болячками. Вот, панацея, только одна рабочая — жить здесь сейчас, наслаждаться, что у вас всё есть, наслаждаться этой жизнью, прокачивать себя через каждую проблему. Любая проблема — это просто задача, ошибок не существует, есть просто мой опыт, есть просто моё обучение. Чем больше я обучаюсь, тем решаю чего-то, тем больше я умнее, лучше, и могу эту жизнь делать лучше и себе, и другим. Вот. На всех тренингах у меня даётся всегда первое задание, с чем бы мы ни работали, начать формировать себе привычку. Она называется «У меня есть». И каждый день перечисляйте хотя бы 100 пунктов, что у вас есть, оглянувшись по сторонам. Мы все давно воспринимаем как должное, живём в позиции недостатка, а недостаток порождает недостаток. Так же, как и фокус внимания на том, чего мы не желаем, порождает эти желания. То есть мы проговариваем, у меня сегодня есть кружка, ложка, борщ, кровать, тёплая постель, хорошее настроение, солнце яркое, работа счастливая, дочка, ботинки. Даже лень у меня есть, которая позволяет мне придумать новые способы, оптимизировать моё время, более эффективно его использовать, заставляя придумать способы сократить эту работу, увеличить результат. Или «У меня сегодня раздражение, это круто, чтобы обратить внимание на это и подумать, как это использовать с пользой, что добавит мне в мою жизнь ещё один какой-то ресурс, если я талантливо этим распоряжусь». То есть раздражение — это себя же мы раздражаем, чтобы обратить на это внимание, это же классное чувство. Раздражение мне указывает, на что нужно обратить внимание, на то, что мы упускаем и не используем. Или я наслаждаюсь тем, что у меня есть сегодня новый день, а кто-то сегодня даже не проснулся. Это может быть что угодно. Мы не делим ничего теперь с этого дня, увы, мы все-то, на хорошее и плохое. Так как это только мы, люди, решаем, как использовать нейтральный ресурс в пользу или во вред. Ничего не существует в этом мире плохого и хорошего. Оно нейтрально. Вопрос, как мы это используем с вами, на пользу или нет. Можно же все обернуть на пользу при желании, если вы, конечно же, обратите на это внимание и подумайте, как это сделать. Так, на этой ноте заканчиваю. Сейчас продолжу записывать следующую серию. Пожалуйста, подпишитесь на меня, поставьте колокольчик, чтобы уведомления приходили о моих новых видео, где мы с вами будем разбирать только полезные вещи. Вот, вот.